Всем привет! Меня зовут Оля. Спасибо, что зашли посмотреть мои видео. Сегодня я вам покажу подарки на Новый год. Это спицы от Knit Pro Zin. Спицы обоюдоострые, чулочно-носочные, как их еще называют. Все размеры. Длина спиц 15 см. Размеры от 2 до 8. И с шагом, где-то с четвертым шагом до 25, а где-то с половинками только. До четверки идет шаг 0,25, а после четверки уже 0,5. Понятно, да, что если, допустим, толстая пряжа, то там шаг уже 0,5 вполне достаточно. Также у меня еще был подарочек. Вот такие спицы. Это спицы для того, чтобы вязать пальчики на перчатках, на барышках. Это спицы Symfony Wood 10 см. Размеры от 2 до 3,5. Я смотрела видео у одного блогера, и она рассказывала, что спицы вот такие вот очень сильно пахнут. У нее были 15 см длиной. Мои вообще запаха такого, как она сказала, запах Китая. Нет, вообще ничем не пахнут абсолютно. И еще в посылочке с подарком были маркеры. Я когда увидела на сайте эти маркеры, думала, ой, я так хочу такие маркеры. И я почему-то думала, что они сделаны из какой-то резины или силикона. А оказалось, что это вот ниточка. Такая толстая, плотная ниточка. Ну, продаю даже какие-нибудь нитки. Или как кисемочка, даже не знаю, как назвать. Если честно, я даже как-то не ожидала. Так вот. Раз уж я стала счастливой обладательницей таких спиц, надо же их тестировать. А как можно тестировать? Конечно же, вязать. Первый же день, как только я их получила, я связала вот такие носочки по мастер-классу. Оля, северное вязание. Это финские носочки. В Финляндии такие вяжу. Вот. И я связала. Это у нас пряжа Ярнар Крейзи Калор. В 100 граммах 260 метров. Состав 25% шерсти, 75% крила. Если бы я вязала большой размер и лицевой гладью, то рисунок лёг бы вот таким образом. Но это у меня были остатки пряжи. Я пару лет назад покупала такую пряжу и вязала детский костюм. И почему-то мне даже в голову не пришло, что это носочная пряжа. Я просто подумала, думала, вдруг у ребёнка аллергия на шерсть. 75% акрила – это вполне. Но родители остались довольны. Никаких нареканий не было. Я же ведь не остановилась на одной паре носок. Я ещё связала ещё одну пару таких носок. Это у нас уже пряжа Австралийский Меринос от Пихорки. Элитная серия. Состав 95% Мериносовая шерсть и 5% высокообъёмный акрил. 400 метров 100 грамм. Вот такая пряжа. Здесь уже у меня носочки беленькие. Тут я ещё не прятала кончики. Ещё даже ни ВТО не проводила, ничего. Так, ну, носки понятно, да, что 10 пар вязать не будешь. Так вроде уже 2 пары связала. И поэтому я решила связать варежки. Маленькие тоже варежки на подарок. У меня от шапки, которую я вязала из пряжи Drops Air Mix осталось 18 грамм. И я думала, была не была, попробую связать варежки. Начала вязать. И в результате мне, наверное, хватит только на один пальчик. Придётся, наверное, пальчики вязать другим. Вернее, как из других ниток. У меня, потому что пряжи Drops Air Mix уже нет. А заказывать для того, чтобы связать пальчики на рукавичках, на варежках, я думаю, что не стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу показать готовую работу. Это скандинавский полоток по мастер-классу Светланы Коломеец. Связала я его из пряжи Nako Аляска. Пряжу это 25% шерсти, 15% верблюжьи, 60% акрил, 204 метра 100 грамм. Цвет 71,20. Ну, это там, вдруг кому-то интересно. Вязала я, ну, мастер-класс-то это как бы объяснение только, там нет конкретного, там, какой хотите, узор такой, применяйте. я сама тут уже буйство фантазии, что хотела, то и связала. Начинается платок вот с этого края, с одного, с одной стороны делаются прибавления, с другой стороны делаются убавки. У меня было пять мотков данной пряжи. Сторона с убавками, а вот эта сторона с прибавками. Было пять мотков данной пряжи. Я сначала связала шапку и думаю, вот там 350 грамм мне, думаю, вполне хватит на скандинавский платок. Потому что я смотрела обзор девочек, которые вязали, и кто-то рассказывал, что 250 грамм весит платок. Но на 250 грамм весит платок, который был из 180, и начало было 180 петель, а я-то набрала 250, я думаю, зачем мне 180 это же мало, мне надо побольше. И вот я набрала 250 петель. Что получилось в результате? Я израсходовала 3,5 мотка и понимаю, что конца-то завершения работы это еще нет, и это еще не скоро. Мне пришлось распустить шапку. Хорошо, что я еще не провела ВТО, а иначе я бы не смогла распустить эти нитки, они очень сильно путаются. после стирки. До стирки-то я испытывала проблемы по распуску, а если после стирки, там уж и говорить нечего. И я распустила шапку. Такая думаю, ну все, опять мотков на такой платок это уже все. Хватит даже не думать. Не тут-то было. Покажу. Мне не хватило вот на такой кусочек связан из другой пряжи. Это пряжа Лама Prestige Luxe 275 метров в 50 граммах Махер 30% и 70% акрил. Я добавила две ниточки я вязала. я думаю не испортит это. Докупать Нака Аляска я пыталась докупить Нака Аляска в магазинах нашего города и не смогла найти такой цвет. Ну нет такого цвета. Я еще брала Vittle тоже цвет вроде близкий, но он как-то с красна. Этот-то вот винный такой бордовый, а тут с красна и нитка толще и она не такая мягкая. Какая-то она немного другая. По составу понятно. И вот мне пришлось вот этой пряжей довязать. Это задумка мастера. Как можно сказать. Так, ну с платком все. Кстати, я вяжу из шерсти, а потом я твит еще вяжу, стираю вот такими средствами. Это не реклама, это мое все мое, все, что я купила сама. Вот. Я первоначально вот этим средством я еще не пользовалась. Мне тут подвернулась оказия приобрести его. Я видела видео, что его все хвалят, что он очень, вот это средство очень хорошо отстирывает пропитку от вида. Ну и вообще как бы всю пропитку, в которой пропитаны нитки в бобинах. Я очень долго искала, объездила все магазины сети магнит-косметик, но никак не могла найти. Там главное и для белых вещей, и для черных, и для спортивной одежды, но почему-то для шерсти и шелка ничего не было. Я долго искала, но могу сказать, что данное средство есть в магазинах Ашан. если кому-то действительно необходимо и кто-то искал и не мог найти его в магазинах Ашан. Это утка Норбул. А так я стирала до того, как приобрела утку. Я стирала вот таким средством. Это средство фирмы Фрош, лягушка, бальзам для стирки шерстяных и нежных тканей и средство для мытья посуды. Кстати, средство экологически числяет даже без вопросов, потому что кот пил воду с этим средством. Ему очень понравилось, он до сих пор живой, бегает. Рекомендую. Также у меня есть две готовые шапки. Это шапка из пряжи Drops Nepal. 65% шерсти и 35% альпака. Извиняюсь. состав я сказала, а метраж 75 метров 50 граммов. Ниточка толстая, да, но я вязала данную шапку в три нитки. Это по мотивам шапки Бини только в три сложения. Захотелось вот мне вот такую толстую шапку и я связала. Я уже наверное всем надоела с этими шапками Бини. Ну что ж поделать. Также я связала шапку из хлопка. Это 100% хлопок мерсеризованный. Это пряжа пихорка детских хлопок. Технические характеристики подпишу в инфобоксе, если вдруг кого-то заинтересовало. Ну можете сами погуглить. Это тоненькая ниточка. Я вязала в одну нитку, но шапка двойная. Это на тот период, когда на улице будет еще прохладно и вроде как шерстяной этой шапке уже жарко, а вот шапка из хлопка это как раз самое то. Я еще думаю хорошая такая идея. Подглядела конечно же у блогеров в видео. и хочу еще показать готовую работу. Это работа не знаю, это боль называется, это моя боль. я связала мужу свитер. Я его в инстаграм назвала свитер электрика, потому что муж мой по образованию электрика. Ну, все же называют, там, всякие названия придумывают. Я решила назвать свитер электрика. Вязала я из пряжи глаз голу. Пряжа бобинная, итальянская. Глаз голу 80% шерсти и 20% по 400 метров в 100 граммах. Если верить производителю, сейчас я посмотрю в инстаграм, потому что информацию в голове держать смысла нет. Судя по маркировке, это будет 400 метров в 100 граммах. Вязала я на спицах номер 3,5 резинка на спицах это ворот на 3,5 основное полотно на 4 и резинку внизу уже на 2,5 чтобы она была плотнее и не вытягивалась. Свитер неплохой, да? Видно, что неплохой. Нитки я не убирала, потому что я еще вся в раздумьях. Во-первых, мне вот здесь не нравится как стянулось. Я это место буду переделать. А во-вторых, это вообще боль. Моя боль называется. Это вот смотрите какая огромная линия рекламы. Это получился как мужской Хейворд с удлиненной линией рекламы. Хотя у Хейворда рукава должны начинаться от локтей. Ну, здесь почти что. рисунок я брала на сайте оверчево.ru номер мотива я не помню, я подпишу в инфобоксе. Так, здесь вот я делала имитацию шва, вывязывала две изнаночные швы, на рукавах то же самое. и вот не знаю что делать с ним прям вот игру моя боль. Он когда вяжешь такая прям вот дерюга-дерюгой а я постирала вот вот этим средством и прям все замечательно. Прям стал вид такой мягкий стал вообще очень мягкий. Но я думаю тут еще нужно постирать хотя бы еще один раз, потому что вот образец который я вязала до вязания свитера в тот момент когда купила эти нитки я пробовала в одну нитку вязать в две нитки образец вязала и он не такой мягкий как сам свитер. Свитер получился гораздо мягче после стирки вот этими средствами. Образец я стирала на тот момент в шампуне и у меня видимо пропитка не отошла. Что наверное все закругляюсь это я вставлю куда-нибудь в какое-нибудь видео просто мне надо платок уже отдать сколько можно его держать. Всем спасибо. Субтитры Редактор субтитров Корректор Субтитров